Самое обсуждаемое сегодня это результаты работы экспертов, изучавших катастрофу малазийского Боинга. В субботу будет год и три месяца, как под Донецком погибли 298 человек, пассажиры и экипаж рейса Амстердам-Куала-Лумпур. Доклады о причинах трагедии представлены в Нидерландах и в России. Масштабную реконструкцию провел оружейный концерн «Алма-Сантей». Там, по сути, воссоздали зону поражения от зенитной ракеты, попавшей в лайнер, и подтвердили данные о том, откуда был произведен пуск. Антон Верницкий подробнее. Это взрыв реальной ракеты зенитного комплекса «Бук». У реального пассажирского самолета ни макета, ни математическая модель, которую специалисты концерн «Алма-Сантей» продемонстрировали всем еще в июне. Если быть максимально точным, был проведен не один, а два натурных эксперимента. Сначала подорвали только боеголовку. Вот так выглядит боеголовка. Небольшой цилиндр, внутри которого взрывчатое вещество и поражающие элементы. Ее подрыв позволил максимально точно определить направление разлета осколков. Данные по этому эксперименту в начале августа были переданы нами голландской комиссии. Однако, ввиду того, что по нашей информации эти материалы не были приняты во внимание, концерн принял решение о проведении второго, более масштабного натурного эксперимента. Для этого концерн и закупил списанный авиаландер Ил-86. По своим размерам и параметрам, включая толщину обшивки, перегородок и шпангоутов, ребер жесткости самолета, аналогичный Боингу-777, сбитому на территории Украины. Эксперимент состоялся 7 октября этого года. Условия его проведения были идентичны выводам, представленным в проекте итогового отчета голландской комиссии. То есть ракета была взята 9М38М1 с двутаврами и стрельба из района населенного пункта Снежное. Снежное — это населенный пункт в момент трагедии, контролировавшейся ополчением Донецкой Народной Республики. То, что залп был произведен якобы оттуда, на западе стали утверждать сразу же после катастрофы. Но сразу два натурных эксперимента, проведенных концерном «Алмаз-Антей» и подрыв только боеголовки, и подрыв всей ракеты полностью это опровергают. Если бы «Боинг» был сбит ракетой комплекса «Бук», то она просто не смогла бы прилететь из Снежного. Иначе бы поражения от осколков у самолета были не слева, а справа. Вот эти разлетающиеся вектора — это трассы всех осколков. Мы сделали их специально, таким образом, для того, чтобы можно было видеть наглядно углы входа поражающих элементов. Таковы конструктивные особенности ракеты. Их, кстати, в интересах следствия, а это беспрецедентный шаг российские специалисты рассекретили. Мишень, имитирующая левый двигатель, не получила ни одной пробоины. То есть при подходе ракеты со стороны, на встречном курсе, со стороны Снежного, двигатель не мог пострадать. Это подтвердило наше компьютерное моделирование. Поражающие элементы, если бы ракета подлетела на встречном курсе, то они должны были пробить правый борт. Но у малазийского «Боинга» оказалась повреждена только левая сторона — кабина. Двигатель, крыло и часть хвостового оперения. При этом справа кабина повреждений практически не получила. Целыми остались даже стекла. Сегодня мы можем однозначно сказать, что если «Боинг-777» малазийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», то поразила его ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское. Село Зарощенское тогда контролировали украинские военные. К тому же специалисты концерна утверждают, что ракета 9М38М1, о которой говорит в своем отчете голландская комиссия, и ракета 9М38 — две совершенно разные модели. Точнее, у них разные поражающие элементы. В одной устаревшие — это параллелепипеды, в другой — более современной, с литерами М1. На конце это двутавры или бабочки, как их называют специалисты. Именно такие отверстия должны были быть на корпусе самолета «Боинг-777», если бы он был поражен зенитной управляемой ракетой комплекса «Бук-М1». Потому что только в ракете 9М38М1 используются поражающие элементы в форме двутавра. Но на фюзеляже малазийского «Боинга» таких характерных пробоин нет. Большая часть из них как раз прямоугольной формы. И самое главное — около 500 устаревших ракет 9М38 с прямоугольными поражающими элементами до сих пор стоят на вооружении украинской армии. Последняя такая ракета такого типа была выпущена в Советском Союзе в 1986 году. Решением генерального конструктора ракеты окончательно безопасный срок данного типа ракет с учетом всех продлений был определен в 25 лет. У нас есть протоколы по этому поводу. После чего их использование было запрещено и ракеты были сняты с вооружения российской армии. Специалисты концерна «Алмаз-Антей» особо подчеркивали, что во время своего расследования не пользовались никакими материалами из интернета, чего нельзя сказать о голландской комиссии. К тому же при подрыве ракеты была учтена и ее скорость, и скорость самолета, и даже то, сколько времени проработал ракетный двигатель до взрыва. Скрупулезность, которой подошел Алмаз-Антей к проведению этого исследования, объясняется просто. Концерн — коммерческая структура. Попал под западные санкции как раз в связи с трагическими событиями в небе над Украиной. Санкции считают в концерне неправомерными и говорят о том, что собрали достаточно доказательств для того, чтобы отстаивать свою точку зрения в международном суде. Антон Верницкий, Григорий Емельянов, Первый канал. И сегодня же свой доклад представил Совет Безопасности Нидерландов. Суть такова, иностранные эксперты настаивают. Боинг был сбит из комплекса «Бук» ракеты более современной модификации, чем та, о которой сказано в отчете концерна «Алмаз-Антей». Картина составлена такая. Рейс MH17 разбился в результате взрыва боеголовки слева над кабиной пилота. В результате взрыва передняя часть самолета была оторвана. Самолет развалился в воздухе. Невозможно определить точную позицию и угол запуска ракеты, а также ее скорость и обстоятельства на месте в тот момент. Ракета была выпущена с территории площадью 320 квадратных километров на востоке Украины. Составители доклада отметили, что ракета летела почти встречным курсом. Но тут есть разночтение с тем, что прозвучало сегодня в Москве. Напомню, наши оружейники впервые обнародовали особенность «Бука». Боеприпас, летящий навстречу, не может поразить левый борт. Еще вывод Международной комиссии. Воздушное пространство над востоком Украины вообще должно было быть закрыто еще до трагедии. Но авиационные власти в Киеве не смогли адекватно оценить риски для гражданских самолетов. В итоге десятки компаний, чьи лайнеры летали над зоной конфликта, не были в курсе опасности, сказано в голландском докладе. Как мы уже слышали, не названо точное место пуска. Тоже в отличие от материалов, представленных сегодня в Москве. Такой подход сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал попыткой, цитата по сообщению ТАСС, сделать предвзятый вывод, по сути дела, выполнить политический заказ. И сегодня же вечером в МИДе дали развернутый комментарий. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, российским экспертам еще только предстоит изучить подготовленный в Нидерландах документ. Но некоторые вопросы, поставленные давно, не сняты. Это видно уже сейчас, отметила Захарова. Не можем не отметить, что так и остались без ответа наши требования о том, чтобы украинская сторона предоставила международному сообществу запись переговоров военных авиадиспетчеров, а также информацию по уже подтвержденной активности собственных войск ПВО в данном районе. Мы также обращали внимание на странность того, что внезапно, через год после начала расследования, появилась информация об обнаружении обломков ракеты, якобы вызвавшей разрушение самолета, и о направлении в район катастрофы новой экспедиции нидерландских экспертов для сбора оставшихся на земле фрагментов самолета. И это при том, что задолго до этого говорилось, что практически все обломки лайнера собраны.